Около 30 лет назад в нашей общине произошло важное событие, которое наполнило гордостью за встречу с известным, талантливым деятелем культуры Леонидом Григорьевичем Трушкиным. Мы вместе с его отцом Григорием Абрамовичем Трушкиным радовались встрече, а еще больше тому, что Леонид поделился своими мыслями, некоторые из которых злободневно и помогают ориентироваться в жизни сейчас. Эта встреча в Бремени имела большое значение для нашего театра и потому вступительное слово Семена Баркана, выступление Леонида Трушкина, а особенность встречи с коллективом театра, положили хороший камень в основу театра. Я постараюсь найти эту встречу и выложить в интернете, так как без прошлого нет и будущего. Я только хочу вас предупредить. Вот сегодняшний день является приказным провержением такой банальной истины, есть такая, что всякая инициатива доказуема, в сети не высовывается. Я создаю так. Ну вот я рад, что сегодня это провержать. Значит, не сочетесь за нескромностью, ну просто я имею право, что мы должны не связь, дивиденды иметь. Значит, это я давно уговариваю папу Григория Абрамовича, зная, что Леонид приезжал сюда в Бремени. Я вот давно уговаривал, что Греб, что приезжает в Бремен, мы его не здесь. И я папу дожал, а папа дышал его. Человек приезжает на свадьня, хочет поведать развив с семью и ему вот так, и жить и у него дожали. Когда он видеокурирует такой театральный цикл в нашей общине, то я позволю тебе сказать вот что. Я имею право начать сегодня вечером, я знаю, что он очень давно актером в театре, где работала моя сестра. Потом он работал актером в театре Меяковского, с которым я театр и связывался, для жирова, в театре, в театре и так далее. А потом я видел его спектакли, и мне кажется, здесь он съел полный. По-моему, это я писал, чтобы пригласить в театре людей, где будут скандалы, сложно вложить. Музыцы тут активы, они поддержались и организовали это всё. Я думал, это был текст. Это моё мнение, вот то, что вы читали в общине, это моё мнение об этом человеке. Оно может быть спорно. Как спорно всё, что касается этого человека. Значит, дело берёжа – это интереснейший фигура. Человек поставил статью актеру, как райтинг Катя Васильева, спектакль из американского автора «Слайба». Потом у тебя в спектаке «Вишнёвый сад», который ошеломил Москву. Своей точкой зрения. Вы видели, да? То есть «Вишнёвый сад», мы действительно знаем, что такой Раневский, про каждый персонаж и написали сотни книг про «Вишнёвый сад». И в Москву приводят со всего мира спектакль из «Вишнёвый сад», чтобы в ней ширили всё же мира. И потом «Вишнёвый сад». С таким актером, как Евгений Стегнеев, Владимир Самойлов, Екатерина Васильева и так далее. С этим набором это прокидывает все традиции, понимание и честное. «Вишнёвый сад». И так же уставили спектакль, что мы здесь видели, Ширвин там тоже, значит, «Черствование». И так же я смотрел сейчас «Серанод Бржрак», который родил в других театрах с Райкиным главной роли. И сейчас мы с Райкиным, когда ели в Москву, в «Шесть летний дом актёра», мы вели премьерную, первый спектакль. Я позвонил Ружкину, он говорит, всё же говорит, некуда, я говорю, стоять. Ну, как стоять? Конечно, получается, что был стул в первом ряду, и Гурченко, и весь набор актёров в первый раз. За какие цены, за какие деньги покупали у входа билеты? Мы спят Ружкина. В чём интерес? Да, в Москве много хороших режиссёров. Я не ставил спектакль. «Да, ну, конечно, ставил такое-то». Это режиссёр. Ну, почему это в дизайнерском? Каждый его спектакль вызывает бурю противоречивых мнений. Бурю. Нет режиссёра, в котором каждый спектакль вызвал такое количество лицензий в газетах. От восторженных до очень редко критических. И это безумно интересно. Это такой театр. Это актёрышёр, потому что у него своё видение этого материала и своё видение театрального дела. Скандальная статья в культуре. Известие скандальная статья. Как вы понимаете, структуру театрального дела в наше время в Москве. И всё остальное. Я надеюсь, что вы не зря пришли. Я в этом уверен. Просто встретите с таким человеком, у вас всегда радость. Но это зависит от нашей сейчас активности. Может быть, Леонид Григорьевич ждёт каких-то наших провокационных вопросов. Так что подумайте, что вам интересно. А где он? Он здесь или не здесь? Где он? Лёночка лапочку придёт. Можете? Леонид Рушкин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас я приеду. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, Леонид, что? Я не знаю, что вам интереснее. АПЛОДИСМЕНТЫ ЧТО вам интересно? Все, все. АПЛОДИСМЕНТЫ Сначала можно взять. АПЛОДИСМЕНТЫ Что делать? АПЛОДИСМЕНТЫ Может, тебя справиться? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Можно я скажу? Если вы согласитесь. Реф, можно ли? Мне кажется, это действительно. Ну, наконец-то, всегда зрителям интересно, есть и крупный художник, как это произошло. Ну, вот папа, обожаемый папа, интеллигент, человек совершенно из другой жизни. Почему театр? Как это началось? Вот мне нравится безумный театр. Потому что здесь как пишутся закономерности страны. Не из театральных книг. Одно. Второе, Ленечка. Многие читали в известях и в культуре странные статьи на мысли. Я к вам на мысли. Можно, да? Конечно, можно. Значит, Леня, у тебя совершенно сводя точка зрения на то, каким вообще доустроится театр. Есть же понятие театрального дела. Вот в такое время, когда переворот полный в стране, как может выжить театр? Мы знаем, что есть театры пустующие, а есть театры, куда невозможно купить. Когда я тебе сказал, что ж, куплю билет, смешно было. А вот папа, я отожбашка в метро. Как же театральное дело строится? Два. Третье, мне кажется, безумно интересно. Как работаешь с такими сложными личностями, как те актёрные, которых ты строишь театр? Васильев, ну она же со сложным характером. Райкин. Я не работаю уже. Нет? Нет. Да? Вишнём, вот так. Ну нет, я с ней не работаю уже. Теперь. Теперь, я знаю, что ты знаешь. Сейчас знаю. Но в таких профессиональных, как работаешь с такими самостоятельными, крупными художниками? Режиссёр и крупный ведущий, талантливый актёр. Как это? Да. Какой Америка произвела впечатление? Вот есть эмиграция немецкая. Мы ввели плёнку. Мне были безумно. Они вообще фильм по-мочарованию сделают. А какой ты эмиграция, эмиграция в Америке на тебя произвела? Не может даже этому сказать? Всё остальное, они сейчас тебе зададут вопрос. Извините, я смываюсь с этого дела. Нет, я буду рядом. Давайте. А? Я буду рядом. Я здесь. В каком порядке отличайся? В каком порядке? В каком порядке лучше? Ну, поскольку... Как началось? Как началось? Да. Папа совсем другой. Папа замечательный. Папа лучше тебя, но другой. Вот это правда, да. Потому что вообще речь, наверное, идёт о механизме, как возникает, скажем, потребность работать в той или иной области. Я объяснить этот механизм не берусь, не знаю, как это возникает. Очевидно, огромное значение имеет вот детский образ. Мама меня водила в театр с Брянцевым. Там был замечательный режиссёр Карагодский, был замечательный театр сказочный. А мама была учительницей у меня. И как-то она меня привела на спектакль «Золотой ключ», а ее бывшие ученицы школьные играла Буратино. И вот когда в антракте она меня повела за кулисы, я увидел такой лестничный марш в сторону гримерных. И там на площадке лиса Алиса курила с котом Базилио. Это было ещё интереснее, чем то, что происходило на сцене. А запах грима, вот такие ресницы в этой лисе Алисы, это очень сильное такое разоблачение. Вот курящий персонаж сказочный. Я помню, что это произвело на меня колоссальные впечатления. И думаю, ну вот так вот я это вот почувствовал, и всё. А когда я ставил пьесу чествование, есть такой американский, с моей точки зрения, замечательный драматург и сценарист Бернард Флейк. Вот чествование, дебют называется по-английски. Это произведение, был фильм с Джеком Лемоном снятым. А потом он написал пьесу, а может сначала пьесу, а потом этот сценарий, неважно. Так вот там есть такой монолог, который спектакль не включил, но я узнал. Вот это детское впечатление, где он с сыном разговаривает, герой репьес. Он разговаривает с сыном, говорит ему самое классное шоу, это то шоу, которое я увидел, зайдя за кулисы. Вот, может быть, кухня, она для меня была таким эмоциональным толчком к тому, чтобы двигаться к этой профессии. То есть абсолютно непредсказуемое, необъяснимое. Вот это интересно объяснить, так вот, с точки зрения логики, я не берусь, не знаю. Это эмоциональный интерес. И, собственно, он таким остается. При том, что уже все-таки я большую часть времени провожу как раз за кулисами. Ну, вне зависимости от драматургии, от исполнителей, тот способ путешествия интересен. Поэтому, когда я работаю еще с ними. Что еще про эмиграцию американских впечатлений? Она разная, как с какой впечатлением происходит? Да разная. От негодования до восторга. Вот так и эмигранты. Я не думаю, что только американцы. И не думаю, что только эмиграции. Да очень разные мотивы заставили людей ехать. Это очень важный момент, почему. Это во многом определяется лично эмигранты, так мы скажем. Не знаю, очень-очень разные. Если говорить в целом, то мне публика московская, скажем так, или киевская, для меня предпочтительнее, чем публика эмигрантов. В целом. Потому что это не вина эмигрантов. Но это проблема, конечно, эмиграции. Это когда культура, к которой они приезжают, если говорить уже о зрелых людях, не отдельных, она не становится родной. Но связь с родной культурой тоже уже прервана. И вот в этом проблема. И в этом проблема артистов, которые приезжают играть. Вот скажем, если мне предлагают Израиль гастроли или Урал, я предпочитаю, как район Урал, при прочих равных условиях. Притом, я с удовольствием приеду в Израиль в качестве клиента. Я там был, и мне нравится эта страна очень. Но вот как я отвечу? Может быть, это не понравилось, но это правда. Публика в целом лучше для меня. Если интересно, я могу рассказать, вот Симон Анатольевич говорил о том, как выживать театру. Я не думаю, что театр должен быть только такой, каким его строю и я. Я так не думаю. Но для того, чтобы существовала театральная система, та, которая существует в России, я не знаю, какие гигантские шаги в экономике должна прежде всего совершить в России. Это нереально. То, что происходит сейчас в России, это абсурд. Я имею в виду в целом, к сожалению, очень много абсурда. А уж в театральной деятельности точно абсурд. Потому что, скажем, Франция позволяет тебе содержать один театр. Не Париж, а вся Франция. Это гран-де-пера. Потому что комедий францесс это уже марочный театр, акционерный театр. Где часть капитала, да, принадлежит муниципалитету. Но не большее. А часть капитала принадлежит актерам этого театра. Там пяти, по-моему. Богатые люди. Разбогатели, они не работают в театре. Это старые деньги. Там, там, вот. Есть системы грамотных. Во всех европейских, я думаю, что в Германии они должны быть серьезные, потому что это социально очень защищенная страна. Но в Москве только шестьдесят шестьдесят государственных. То есть либо федерального подчинения, либо городского подчинения. Но шестьдесят шесть. Это не может быть. Это не выдержит Япония, Америка, Германия, Франция, Италия. Вот экономика этих стран, вместе взятых, не выдержит одну Москву для того, чтобы достойно платить людям. Поэтому, значит, унизительно низкие зарплаты, но они и должны быть таковыми. Потому что, скажем, если в тысячном зале сидит 200 человек, это не обязательно так, но так бывает. А бывает, что и меньше. Мне кажется, что этот спектакль, люди, которые делают этот спектакль или играют в нем, они должны доплачивать за электроэнергию, за аренду этого помещения. Потому что они не покрывают расходы. Не только не зарабатывают зарплату, но они не покрывают коммунальных платежей. Играют спектакли. Дальше возникает позиция. Что настоящее искусство, вот оно такое. А все остальное не искусство на потребу. Я вообще не из тех, кто берется судить. Я не думаю, что, вообще говоря, кто-то имеет монопольное право что-то утверждать в этом смысле. Я думаю, что театр так он устроит, что он тогда театр, когда в него не попасть. Или когда в него трудно. И чем труднее попасть в театр, тем это театр лучше. Так я понимаю. Потому что, если сегодня в тысячном зале 150 человек гурманов, то я могу твердой уверенностью сказать, то через 50 лет этот театр не вспомнит. Причем могут быть, так сказать, оплачены какие-то статьи по поводу этого спектакля. Но это не будет эмоциональной памяти. Вот и все. Другое дело, что, конечно, существует лаборатория театра. Поиск новых форм, новых технологий. И при этом, скажем, эти технологии, это как фундаментальная наука. Она не имеет прикладного использования. Она еще не стала прикладной, Это так далеко, что это фундаментальная наука. Вот такие лаборатории, скажем, так говорят о режиссере Василии. И, скорее всего, это так. Я уже ничего не понимаю. Я прав. Но, скорее всего, я просто доверяю своим коллегам, некоторым, которые изверждают это. Я видел спектакль в театре Станиславского. Вот те. Да, потому что, когда я смотрел фильм, который снят в Италии, по-моему, был по его занятиям, я не понимаю, меня это раздражает в силу. Возможно, моего невежества. Возможно. Но раздражает меня. Поэтому я... Наверное, такие лаборатории должны быть. И они должны быть финансированы. Но это не 66 театров с трупами, с помещениями. Вот мы живем таким образом. Нам, для того, чтобы сыграть спектакль свой, мы должны оплатить аншлаг того театра, на площадке которого мы свой спектакль играем. Это порядка 10 миллионов. Вот когда это начиналось, это было порядка двух тысяч долларов. Сейчас это чуть меньше, там, 1700 долларов. Но при этом, мы должны оплатить зарплаты актерам, постановочные части, и иметь часть доходов и на оплату офиса, то есть администрации нашего театра, не ниже. Значит, вот если мы играем в театре Маяковского, скажем, и платим 10 миллионов аренду за вечер, то зарабатываем мы 96 миллионов. Вот в этом случае мы имеем деньги на развитие. То есть на постановку среднего спектакля, а стоимость, средняя стоимость спектакля, сегодня 150 тысяч долларов. Плюс немного, минус немного или плюс немного. Это уже зависит от выбранной эстетики. Ну, короче говоря, я не думаю, что это всем интересно, но я думаю, что я так пожаловался на нашу жизнь. Это сфера услуг. Дальше вопрос совести каждого отдельного художника. Вот на что он пойдет, на что не пойдет. Но я скажу так, что если художник бессовестный, то он не соберет публику. Потому что в театр ходит определенная публика. Вот папа согласился с тобой. Определенная публика ходит в театр. Понимаете, когда говорят, ну там, покажи им что-то, я не повалил. Да не повалил. В театр вот столько, сколько я себя помню. И сколько я помню спектаклей, на которые было вот не попасть. Это были спектакли Тоногова, Эфроса, какие-то спектакли Гончарова, Марка Анатольевича Захарова. Это были спектакли, на которых люди плакали, смеялись. То есть это не были спектакли. Да, да, да. Это то, что сориентировано прежде всего на эмоцию. Потому что не может быть так. Я посмотрел, все понял, пришел домой и заплакал. Так же не бывает. Я наоборот, я начал чувствую, чувствую, чувствую. А потом, если это еще имеет и содержание. Вот из сильных комплиментов, которые я слышал от коллег, такой есть режиссер Горис Жигурмич в Москве, он говорит, мы с Любаней, от его жена, мы с Любаней вышли там после одного спектакля моего, вышли и решили не садиться на транспорт, но пешком шли до дома. Там парадоксальные были вещи, скажем, вот там же тогда же, я знаю, три пары семейные, которые развеялись, посмотреть этот спектакль. Серьезно. 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 Это там и тогда же. Так что такое? Вот они, в течение 25 лет они встречаются. Три пары. Я не знаю, хорошо ли это. Такая задача точно перед нами не стояла. Но значит это, значит это было достаточно сильно по части эмоций. И для меня, вот как для зрителей, ничего важнее этого нет в театре. Жить кино. Вот для меня. Другое дело, что это вовсе не значит, что только так и для всех. Нет. Но, я не знаю, в кино я не знаю ничего сильнее тяпленно, а в театре сильнее там нескольких спектаклей, я могу назвать дальше, «Тишина» с Раневской и Плятом в постановке Эброса, «Мещане» в постановке Товстаногова, «Дети Ванюшина» в постановке Венчарова, «Разгром» в постановке Захарова, «Серанода Бержерак» в постановке Морозова и «Матросская тишина» в постановке Тобакова. Вот это спектакль, на котором там, если я не плакал, то мне это составляло труда сдержать. И мне это нравится, потому что катарсис – это то, что необходимо. Но если там показывать задницу, грубо говоря, но катарсис не будет, и публика не пойдет. Поэтому это все, мне кажется, лукавые уходы от проблем. Создать эмоциональный спектакль – это пролить кровь. И другого пути нет. Нельзя придумать эмоцию. Нельзя её сконструировать. Она рождается. Это кровозатраты. Это мы говорили. Начали мы с того, как сегодня должен существовать театр. Наверное, скажем, недавно был секретариат социально-театральных деятелей. Меня попросили там выступить. И я пришел. Но было замечательное выступление Захарова. Потом было замечательное выступление Смелянского за плитом хата. Да, блестящее. И я решил не выступать, потому что все было сказано, что мне хотелось. Потом вышла одна моя коллега и стала говорить о нравственности. Значит, речь идет не буду. Не важно. Вот когда я услышал слово нравственность, вот тогда я все-таки решил сказать. Когда говорят о гибели культуры сегодня многие художники, то мне кажется, что они вольно или невольно лукавят. То есть проблемы есть. И в культуре в чатах, конечно. Но эта степень боли за судьбы российских театров, она не всегда адекватна. Ну скажем, у меня возникает сразу вопрос. Вот они и пекутся о культуре или о своем месте культуре? И ответ напрашивается однозначно. Потому что сегодня так вопят об этом люди художественно невостребованные. Это не значит, что они не сделали все, что мыслимо и не мыслимо в свое время для культуры. И это не значит, что они не должны сегодня получать, с моей точки зрения, ну хотя бы тысячу долларов в месяц за то, что они когда-то сделали для России. Чтобы они могли уйти, оставив театр молодым, и не думать о том, чем они будут питаться. И смогут ли они есть фрукты зимой. Вот это другая проблема. Мне кажется, что ее гораздо дешевле было бы решить таким образом. Чем содержать 60? Чем содержать 60? Да, я думаю, что Гончаров своей работой, он, с моей точки зрения, режиссер выдающий. Характер его можно обсуждать, можно не обсуждать. Это дело десятое. Мы видим, что он должен жить безбедно. Он не должен думать о медицинских услугах и так далее. Он заработал это право. Если бы общество было нормальным, он бы сегодня жил на процент. Вот и все. Но он не оставит театр. Я думаю, что не в последнюю очередь по этой причине. Потому что пока он в театре, он не имеет эту зарплату. Так вот, там вышел человек не из тех, о которых я говорю. Скажем, Гончаров и Бремум. Люди многое сделали. И они возмущаются. Свои достижения неправильно. Но они многое сделают. Выходит, человек, говорит, а нравственный. А его театр получает сегодня ежегодную дотацию. Четыре миллиарда рублей. В пересчете. И это будет порядка семисот тысяч долларов в год. При этом они имеют свое здание. Они имеют зал на девяносто мест. Заполняем 30 процентов. Итого, они за год служили тысячу пятьсот двадцать человек. И получили семьсот тысяч долларов. Сколько стоит билет? Для меня, налогоплательщика, сколько стоит билет в этот театр? Да, я плачу двадцать тысяч. Я плачу там три с половиной доллара. Но сколько стоит реально билет в этот театр? Если семьсот тысяч, стоили тысяча пятьсот зрителей. Вы можете представить эту немыслимую цену на билет? У меня дорогие билеты. У меня билет, ну вот, инфлирую дров постепенно, но, скажем, самый дорогой билет 30 долларов. Средняя цена, я думаю, 20 долларов. В номер? Да. Ну, сто восемьдесят тысяч и, по-моему, тридцать тысяч самый дешевый билет или двадцать. Сколько? Тридцать пять? У меня? Самый дешевый? Нет, у меня. Дешевый. А, нет, ну, сто процентов и шесть. Просто цены заменяются. То есть рубль сейчас дешевеет. Но, значит, при этом зарплата вот в этом театре, о котором я говорил, шестьсот тысяч рублей, пятьсот тысяч рублей, ну, сто долларов. Куда деваются деньги? И почему так возмущается этот руководитель этого театра? Почему он так отстаивает свое право на существование? У нас зарплата в вечер до пятьдесятсот долларов у артистов. В этом спектакле. Да, и при этом мы развиваемся. То есть мы имеем прибыль для того, чтобы собрать 150 тысяч на новость. В этом году мы потратили двести шестьдесят тысяч. Потому что мы поставили здесь детский спектакль и взрослый спектакль. Вот сто восемьдесят тысяч и восемьдесят тысяч. Двести шестьдесят. Доллар. Ежемесячно налогами. Не получая от государства никаких денег. Надо ли так существовать театру? Надо. Это поддерживает организм театральный в форме. Мы натренированы, а они нет. Мы не можем себе позволить ставить спектакль больше двух месяцев. Не можем. Потому что каждый день стоит денег. То есть аренда стоит денег, зарплата стоит денег. Каждый день стоит денег. А мы знаем сколько. А они не знают. Поэтому спектакль может выпускаться. Себина, конечно, не даст собрать. Четыре года, пять лет. Поколение меняешь. Два года еще нечего. А скажи вам сколько он репетировал? Веди Макс. Сказайте. Пятнадцать лет. А он припятирует на кончах региона. Одиннадцать лет. Вот так же. Вот и все. Это же вызвано не индивидуальностью художником. А обстоятельствами, с которыми художник работает. А как можно взять например, принять пакет. Декорацию. Сделать декорацию. Сказать, они не нравятся. И вытянутся. То так можно, конечно, когда не на свои деньги сделаешь. А если ты за свои кровь и делаешь декорацию. То есть, как ты будешь с этим макетом работать, перед тем, как отдать его в производство. Андрей Александрович Кенчаров. Тот же самый художник. Если бы делал за свои деньги этот спектакль. Я все время говорю о том, что если система требует хороших людей, эта система никуда не годится. Система должна выдерживать мерзавца. Выдерживать. То есть, мерзавец должен в этой системе становиться хорошим человеком. Он вынужден на. Или вылетать. Терять работу. Вот если он плохой человек. Вот он жмот. Например, режиссер. Хозяин деда жмот. Он возьмет и начнет удешевлять все. Да? Пожадный по природе. И он не вернет тебе ничего. Потому что задешево, хорошо не сделаешь и дорого не продашь. Если это не связано с какой-то идеей, где как бы дешевая есть эстетический принцип. Я об этом не говорил. Она говорит о гуманизме в каком плане? Что делать безработного артиста? Она говорила о гуманизме, я думаю, о другом. Ну, я не знаю. Ты клавировала, она как личное. Что делать безработного режиссера? Он говорила. Я думаю, что вот скажем, я бываю в Сан-Анджелесе довольно часто. И я бывал в кафе, где работают люди с актерским образованием. Такая прелесть. Скажем, кафе Луна, он говорит. Они поют. Официантно. Но как? Но как? Я там разбил хужер. Подавая бутыль? Нет, нет, нет. Вот они работают. Они подают бульон, подают бульон, подают бульон. Неожиданно выстраиваются в линию и поют так, что можно сойти с ума. Я там уронил хужер бокал от неожиданности. Это было просто высоко художественное дело. И кто-то из них потом зарабатывает право зарабатывать деньги этой профессии. У нас же как диплом артист. Диплом инженера. Ничего подобного. Ничего подобного. Диплом это тот минимум знаний, которые получает человек. Он фиксирует, что он это знание получил. Но как он с ними обходит, никто не знает. Очень по-разному. Очень по-разному. А Иосиф Бродский он окончил 8 классов. Поэтому он не поет. По логике советской власти, которая его и засадила. Но это логика продолжается. Мы сегодня продолжаем выпускать артистов. 100 артистов в год. И театры вернулись в штаб. Это гораздо больше. 100. Даже больше не надо. Но давайте 100 возьмем. Значит, это мило замедленного действия в будущее. Потому что театры столько не будет, я гарантирую. Не будет, не может быть. По определению. Как вот снег падает с неба на землю. Вот не так и все, а по-другому не бывает. Я говорю сейчас о Москве столько. Ну да. Ну и что? И кто виноват потом будет? И более того, они берут их в штаб. То есть они им гарантируют работу. Опять. Я говорю, ребят, давайте прекратим это безобразие. Ну хорошо. Сдайте даже тем, кто когда-то это делал. Но дальше вы заключаете контракты. А контракты они не заключают. По той причине, что контракт заставляет качать мысли. Потому что контракт ответственный. Но если я пообещал платить столько, то я обязан это платить. Ну просто меня не будет, если я не заплачу. Если я пообещал роль, то я должен эту роль дать. Вот классический прием, скажем, со мной был, когда меня брали в театр Маяков, у Андрея Александровича любимого. Три пункта была обещана. Ни один не был выполнен. Квартира, зарплата и роли. Вот не по одному пункту. Причем так сидел Андрей Александрович, Михаил Петрович, директор театра, и заплит в Викрек. Три взрослых человека. И пацан. Но 25 лет мне было. И вот разыгрывали предо мной. Кошмарный. Зарплата какая? 120-180. Пишите. Квартира есть? Нет. Михаил Петрович, квартира сложная. Кооператив потянешь. Я говорю, ну я к родителям обращу. Я говорю, ну я к родителям обращу. Кооператив пиши. Роли. Только главные, да. Пиши. Главные. Ничего. Зарплата 120, без квартиры. Все массовки были мои. Одиннадцатый. Это что, плохие люди? Нет. Так можно. Им так. Но так система позволяет. Вот и все. Это же не выжил я такой хороший. Я каждое свое слово выполняю. Не потому что я хороший, а потому что я хочу жить. Я хочу выжить. Если я не заплачу, не доплачу. Вот я, скажем, увольняю артиста. Ну, в процессе репетиции я понимаю, он не может играть. И на полдороги там, на полмесяца, вот он две недели отработал, я ему плачу за месяц. Потому что он меня и так ненавидит. Я его с роликом. Ну, пусть хоть как-то я компенсирую. Вот хоть этот камень в мой огород не будет дрожить. Но он будет, говорит, плохой режиссер, но честный человек. Ну, хоть так просто. Понимаете? Значит, все время я говорю только об одном. О системе. Эта система, она стимулирует нравственность. Система, скелет нравственности. Нравственность держится на системе. Потому что в противном случае эксплуатируется порядочным человечеством. Эксплуатируется, когда людям платят копеек, а они репетируют по 12 часов. Это эксплуатация хорошего человека. А эксплуатировать не надо. Не надо. Бог твердит. Ну, давайте какие-нибудь вопросы. А то я так, к чему мы наложим. О вашей фьесовой. А? А фьесовой? О труппе? Трупа нет, в принципе. А вот это мещение платить? А нет, нет, нет. А давайте в лесах я ваша трупа мечта. Ну, а мечта где-то... Я даже обладаю, скажу. Тут было, с одной стороны, и про пьесу, с другой стороны, и про мечты. Тут ближайшая премьера, если она с Божьей будет состоящей, тема будет уже быть здоровой, она должна пройти 1 октября в помещении, 3 октября в помещении Театра Вогданга, 3, 4 и 5. Это впервые я беру пьесу, написанную в то время, когда я живу, на русском языке. Потому что, скажем, я поставил две пьесы Слейда, они написаны там в 74-м году, но они написаны на английском языке. А это первый пьес, который написан на русском языке вот сейчас. Написано по моей просьбе, бывший нашей гражданкой, и ныне гражданкой Израиля, Ганны Снег. По-моему, пьеса замечательная, называется она «Банкир», и рассказывает тоже о вениградской, о вениградской в Израиле. Эта история такая, история о золушке, 3-й уме. С такой метафизической фигурой скрипача, старого еврея, у которого одна дочь в Германии, одна в Америке, и третья в Израиле. Он такой король милю, мистичковый. Очень любопытная пьеса, она очень грустная. В ней абсолютно еврейская интонация. И мне здесь нравится именно это сочетание, еврейская интонация. Это не будет спектакль евреев. Вообще, я никогда, надеюсь, не буду ставить спектакль про японцев, грузин, американцев и евреев. Это будет спектакль о людях. Но интонация, атмосфера эта, она мне чрезвычайно дорога. Она очень теплая, лиричная, грустная, с замечательным юмором. Там, например, я так наизусть кусочек из этого монолога, этого старика, он говорит, «Не, я понимаю, что Господь всех нас испытывает богатством и нищетой, здоровьем и болезнями». Ну, сколько можно мордовать семью Ротшильдов богатством, надо как-то чередовать. И вот так написана вся беда. Вот с этой меры юмора, или русской, замечательно. А начинается она так. Он выходит, значит, на сцену, и в зала обращается, говорит, «Вы рассаживайтесь, рассаживайтесь». «Рассаживайтесь на свои места». Что может быть хуже, чем сидеть на чёртне на своём месте? Блит. Блит. Сейчас ты такая. Известно. Сказали? Да. Вот этого старика будут играть два артиста. Два состава везде, кроме одной роли. Будет же Граханян и Дуров. Мир, это героиня. Её будет играть Юлия Рутберг, замечательная артистка из театра «Воктангова», плетящая. И Женя Симонова. Затем Ида, её подруга, это... Они такие разные. Они разные. Они и будут разные. Они и будут разные. Ну, это же Граханян и Дуров тоже разные. Очень. Очень разные. Очень разные. Совершенно разные темпераменты. Совершенно разные темпориты. Мечательные. Только так не окажут. Я не знаю, что ноги... Ну, я вся черепа, звали Моя. Мы с вот этим... Громче, Грушенко. Громче! Грушенко. Вот я видел Вашу послуженную письменно. Как вы всегда его писали? Грандиозно такое. Ну, грандиозно. А как с ней письменно? Ну, по-моему, не сложно, по-моему. Сложно-ябрене глаковое. с ней замечательно как 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 со всякой личностью у которой какая у меня проблема одна бывает если впереди амбиции мне неинтересно если впереди дело ну а как может быть легко конечно трудно но трудно мучительно бывает но счастлива вопрос если вот скажем так было много раз не она останавливала репетицию что вообще не позволите но но продолжите было бы еще более не позволить о чем дело она была права она была права потому что я не предлагал точного решения приблизительно как приблизительно у нее организм такой будет организм сразу стопорит это не было капризом никогда не говорили почему там что-то такой нет вообще самый непритязательный человек был в команде она там кто-то мог причем чем хуже тем больше закона нет она грандиозная личность прежде всего я даже под актрисы для нее мало тоже бывают актрис гениальная просто гениальная но вот сказать впереди личный а потом актриса я протали не могу про гурченко только так там личность определять мировоззрение мира ощущения она без кожи и профессионал высочайшая не было прекрасно художники так первый художник со мной работал еще один раз второй художник был уголен в процессе и наконец я нашел третий художник борис валуев вот которым я сделал а был еще покойный лёня андреев мы делали все равно а потом борис валу это сказка то есть я его обожаю вообще просто обожаю вот он тоже сумасшедший то есть мы видели вот эту дверь скажем дверь да ну там высота полета трех метров это стиль модерн значит не прямая линия касается вот чтобы было понятно вот степень его требовательности к исполнителям то есть столярам вот он натуральную причину 3 метра он склеил миллиметровку и чертил эту линию чтобы они просто ее потому что он говорит они кривую не сделают так как он смертельно боящийся высоты боится высоты и декорации представлял собой лестницу вокруг стены и силу огромный портал то есть буква п с высотой метров шесть верхняя он вообще художник он художник постановка он не исполнил дать макет и дальше говорить там он сделал это делает повторяю боится сделать он будет никами не тот говорит он привязываем тебя к стул стул поднимают на высоту 7 метров и он расписывает или вот так дверь не по вот такое волны это это еще одно подтверждение того что талант это рабочая ложь потому что когда приходится к шляпе шарфу через плечо я сразу воздрагиваю когда я говорю надо сделанную дыр и сделал все я уже все это не работал просто опыт показал вот как только не ничего он уже не умеет господь следит за их очень внимательно очень внимательно если нету трепет страха не страха вот трепета как бы стой изметь стойки на работу ничего не будет причем глядите художный композитор кто вы не требует стойки требует стой требует энергии как только но это мы знаем как ничего он не знает и не умеет давно и чем чем меньше умеет тем длиннее кашне боец или я бояться на сколько теория бывали репетиции я делал ее девять дней это антисанитарный срок я работал здесь утра вечера не выходя из зала то есть актеры которые не были там скажем заняты в сцене и могли читать а в этот чай носили и любит это подробно я не писал я не выходил и 9 не так равно но это плохо это чудо что спектакль и не только свои это вот как я и горжусь но это плохо я думаю что работает целесообразно 3 часа это так это тот срок когда организм полноценно адекватен нагрузку тогда можно применять ну серьезные нагрузки три часа больше все ступени как организм уже там же предохранители он включает что-то и человек может пребывать конечно но как-то другое время может быть было или другой деда я знаю я говорю своему вот три часа их можно на и себя хотите вы платите 100 долларов в день и конечно первые минуты работали не поэтому те кто работает первые минуты они даром а те кто не работает они не влияют поэтому они когда-то бесплатно пока не это это не вопрос денег я не могу стимулировать звезд 500 долларов для ученка это потеря двух с мне не вопрос денег конечно ты мне как сюда вот так три часа это оптимально у всех свежие у нас ги и потом проседают ну вот вот девять штук я работал я который обожаю рулить меня возили потому что это был социализм когда он конец квартал но потому что 14 сентября мы должны были играть были проданы билет в любом нормальном так называемым театре было бы написано а спектаклем уже объявлено особо играли бы замену а мы должны были вернуть деньги ну а деньги возвращать не хотел сказали о художнике тоже сумасшедшие кто еще в принципе я думаю что это таки говоря я говорю не только это в принципе любой человек который проект который любит против вот эти тут была передача может быть так показываем он по какому каналу про который 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 делает нормально нормально вот так вот я об этом говорю как очень любит твое дело вообще любит можно вопрос как вам удается к контрактной системе тех героев которых вы берете артистов героев я заговорю обеспечить тебя если они заняты в других театрах а нет да я понял вопрос это делается к сожалению только одним путем мы планируем репертуар раньше чем он планирует театры и эти актеры приходя в свои репертуарные конторы говорят ну как раньше они говорили у меня съемки тогда 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 ты мои спектакли не стали так теперь они говорят у меня и все просто планирует стали мы по ним знаете нет я не только в германии общение вот ну мы вызываем все-таки поедем весной потому что просто директор наш он обещал там у него друзья и все и в результате они пошли на какие-то изменения контракты по финансовой части и в результате мы поедем но я повторяю я бы принимал решение я все понимаю и это нисколько не высокомерная позиция но есть целый ряд параметров по которым мы принимаем те или иные решения и далеко не последний ролик имеет финансовая цифра цифра который стоит контракт но почему если мы едем скажем на украину и дал пять цифра четырнадцать тысяч да доллар а в израиле мы видим они нам поставили цифру восемь с половиной долларов за спектакль но это в некотором смысле благотворительность я не против нее но для этого надо иметь основания чтобы и заниматься у нас нет у нас нету жирка ну да но второначальный капитал был нужен а потом мы долго жили без и на скоток когда был спонсор спонсор а так совсем спонсор он канонтировал все но мы жили гораздо беднее вот мы лично и артисты и мысли было то же самое что у нас у нас было туда структура коммерческая но это были чужие деньги было совестно ну как откуда платить надо голову вы знаете что я скажу так что мы мы имеем довольно серьезную деференциацию цен на билет я повторяю вот 20 если я не ошибаюсь тысяч до 100 8 месяцев это прилично июста не говоря о том что студенту у нас тоже бесплатно поискали а когда мы давали бесплатные места инвалиды то ведь инвалиды продавали билеты вот эти вот места не продавали но все равно это было бы это нормально вы знаете что делали в том для кого мы играем дело в том что я чего-то не могу поставить вот этот у меня вопрос более серьезно скажем когда мы играем слейда то там публика которая приходит на этот спектакль она меня вполне устраивает слейд выдерживает понимаете и это публика выдерживает слейд и того вы играете в среднем 40 долларов не было цифра 30 долларов в одном это что кто может от них мы потеряли педагогов который не имели частные уроки воaime есть мы потеряли непредприимчивую интеллигенцию вот так мы потеряли непредприимчивую интеллиген Tina 떨어져 студенчество и непредприимчивую станет и потому что сегодня в москве я подчеркиваю в Москве заработать можно можно занимаясь интеллектуальным трудом для этого нужно везение и предприятие вот этих людей мы потеряли и жалко но отделом этом вот скажем я не могу поставить чехова я очень хочу поставить добивать но по этим ценам вот та публика которая пошла бы на людях наделивать и вот в этом проблема вот в этом по минимуму вот в этом проблема а что касается того репертуара которая ставлю я не изменяю себе то есть я работаю в определенном своем диапазоне в определенном но своем если но вот принцип за исключением если недосягаемой или в исключением все изучим воли мне хотелось с ней работать а принцип один я должен волноваться когда читают есть желательно чтобы был спазм я думаю смеяться то есть я должен быть увлечен не понимать эту пьетку а потом уже включается технологии дальше я должен ее понять там или не понять принцип один волнует только так полемическое отношение к спектаклю побеги скажем вот так начался на театр сверхового сада антар василь черпас который у нас преподавал он пригласил их на скурс на верховой сад свой да замечательно так и нет демидовый демидов играл таган 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 и но уже играл буря яченко тогда но этот спектакль и он мне показался неубедительно и в полемике родился мой если меня скажем убеждает или там все равно мне очень понравился такой морозов очень понравился он тем не менее я видел это по мне захотелось полемизировать и в полемике родился тирану а больше я не ставил ничего такого чтобы ну гаммлик полемизировать такое понятие конкуренциями театрами борьба за зрителя или у каждого нет я так не думаю я думаю что нет я думаю что существует конкуренция и очень серьезно очень поэтому и поэтому и сложности борьба идет короче говоря ну поскольку это не банки то без убийств но борьба идет и она ощущается в прессе лоббируют театры лоббируют объективную картину сложно получить это единицы дежурали откровенно покупаются критики заказываются статьи вот так я могу сказать к чести за 8 лет существования ни копейки не было заплатено никому ко мне пришла одна очень известный критик машина нет я не буду звать фамилию вот эта джина прижима никто ее не знает она пришла обняла говорит это восторг это чудо это чудо закажите мне стать вручаю чем угодно что алексеев скобках камеслав и не мирович ни разу не прочли внимательно моей пьесы я написал комедию местами даже парс они поставили драму зал чек все он причем был объясняет почему это просто от непросвещенности нашей критики и я читал в юбиле к которой они не ходят было объясняет механизм возникновения этой верты он пишет станиславский был из гаевы хранит чехов из лопахин лабошный аптеку них было да вот и все два мировоззрения чехов симпатизировал конечно лопатину он смеялся над раневский гаевым я не смею я им сострадаю у меня есть вот этот исторический запас временной я на них уже смотрю и понимаю что же они бедные там получили мне мне лопатина уже жалко то что я знаю что петель трофимов с ним сделал и что сделал яша спите трофимов они тогда не знают но я в том что раневский они отъезжали раневский и гаевы это 902 год они как пишет был до как теперь как жорчика где да 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 наносить ну да вот а а у устами у станиславского нет наоборот у у станиславского они сидели вот так наносить вот так вот да вот и сейчас вот вот уголь а у чехова развалять они так и не понимали ведь кто ходил тогда в театр не матросы тогда ходили поэтому трофимова не любили и не лопахи находили ходили гаева и раневский и для них станиславский про себя для них поставил так и вывернул на изнан чехова все дальше станиславский господь бог и понеслась общее заблуждение вот просто вот он взял перевел стрелу а указание заставил прежнюю и поезда пошли ничего на почитать это тоже я читаю в московском комсомольце жена демократа растропович пишет режиссер сошел с ума чехом не дурее вас господин дружка ты не дурее не дурее конечно поэтому так и написал а там еще была замечательная фраза почему это безнаказанно проходит это сакраментальная фраза цены демократа пора сажать а можно не а театральный вот вы художник естественно большой и еврей ищет там хотелось бы знать ваше точка зрения какова перспектива нашего брата в россии ну хочешь в целом так не выключите на камеру не надо я не знаю сделано у меня честно говоря я знаете когда в россии особенно когда ощущаю рядом антисемиты я тоже становлюсь евреи обязательно и декларативно но в израиле я ощущаю себя русским человеком понимаете в нас и я все-таки не не посвященный в области религии человек и определяю национальности по культуре в которой человек живет если по составу крови на этом пахнет фашизмом я и время мамы папа замечательные люди евреи и повторяю я ставлю с евреем в окружении исключительно нормальной компании я человек мы сейчас в россияне и это так сказать наверное правильно потому что чек русской культуры я не знаю к сожалению к сожалению не знаю не только еврейскую культуру к сожалению к сожалению почему считаете что спереди что дальше такая деталь мне интересно про людей я вот просто вы не верите у меня вопрос такое в отношении конкуренции во первых вы говорите о контрактной системе по отношению к актерам а по отношению к режиссёрам как вы если говорить о контрактной системе то а через этом кризиса должна быть между актерами и режиссерами а не театром вот этот вопрос момент я не понял и между режиссерами обязательно но но не между театрами но это вы сейчас говорите о актер актером на эти роли вот он по-другому видел и прощался или шел на компромисс продюсер решает кто платит деньги тот заказывает то вообще вали туда день вот вали займись поднимаем просто ну что-то подобное было при создании фильмов но сейчас вот но я бы присоветлива а там государственное было финансировали там не могло быть там же было государственное финансирование а сейчас да сейчас продюсеры подбирают команду у меня три вопроса какого вы мнения пикает групп так третий вопрос смотри не вы творят на маку то что много я третьего вопроса у самого простой смотрел поэтому я глазами девятиклассника смотрел я только помню что мне это нравилось нет мне я сейчас не могу говорить ответственно тогда были ли я не скажу до того как я смотрел я знал что юрский замечательно падает вот это была легенда до того как я помогал я помню это читал про постановка мейерхольда горе уму да и потому что читал их только я видел я сейчас не отвечаю за адекватно но я повторяю это я уже старый человек говорю про то как пацан смотрел поэтому тройное но мне показалось что это очень здорово и что там есть влияние вверхольда в связи с этими масками но это так давно было я был такой что-то еще за да совсем так вы вверхольте я смотрел горе ума это вопрос по поводу горе от ума затем насчет собирать оставить первую нет потому что я там ощущаю некоторую зависимость под недостаток метафизм я так скажу и выяснил что я имею ввиду зависимость под власть дайте какая власть если вы горите любые не годится значит она ограничены от времени да и вопрос обитри брус я со всем его творчеством знаком плохо потому что я видел на пленках сцены из габрида и он привозил три сестры в москву мне не понравился очень понравился у петерштайна именно три сестры что касается евро я скорее узнаю по его книги на мини-пустое пространство которая на меня произвела сильное впечатление потому что в любом случае я понимаю что во первых такой всемирной плавы не бывает на пустом месте особенно в этом деле не бывает легенда так не складывается он философ и он терпим что мне все случайно вообще он не вот это мне очень нравится вам приходилось играть не я не хочу я плачу я плачу так они работают за другое вот у нас они работают за деньги они деньги теряют я скажу он выключается тем что там не будет первых вот это первое там нету плохих и хороших их нету чехова и почти нет а это будет история про человек столько сколько серебряков жил с его сестрой спокойно и потом еленой сергиевной селена андреевна все замечательно вдруг он начинает понимать что серебряков это его жену но только я хочу понять кто такой дядя ваня по образованию как вы думаете я думаю что на грану он занимается и правильно мы сейчас не говорим почему но агроном да агроном а бухгалтер вот поэтому а кто такой серебряков человек который всю жизнь занимался искусствоведением хорошо или плохо он искусствовед я вообще их не люблю эти хотят налевать поэтому ее играют дурочки как она встречается с серебряковым а им нельзя восхищаться с дядей ваней его не ждут да а предприимчивых людях вот непредприимчивый сегодня это порог на вас нет это вообще не порог это что делать вообще непредприимчивому человеку молиться чтобы повезло чтобы он встретился порядочный исполнитель хорошо бы он встретиться с предприимчивым порядочным генератором это фантастика так же бывает я не знаю если вот меня условно взять за единицу генератора вот идей то скажем у меня же команда но остаются исполнители хорошие но они работают и зарабатывают достойно вы на своем месте себе сейчас сидите сейчас да а как вы на него сидите на это место я сначала сколотил это место а потом сел на него сам да конечно я его придумал спасибо еще такой вопрос я помню последние пьесы вот так же тогда же там же тогда же там же тогда же потом честное да потом я помню подземку гамлета и последний спектакль не достигаемая вы такие разные спектакли разные авторы да разные актеры разные актерские школы это вот специально так сделано ну разные актерские школы они просто ну как данность вообще строго говоря не очень верю в школу я верю больше в природу в природу в таланту это природные больше природное обстоятельства и обстоятельства суммы опыта вот эта природа помноженная на опыт вот это и есть иногда талант понятно да конечно вот вот я в это больше верю потому что школа она может знаете я вспоминаю гундарева на третьем курсе я учился на первом она на третье она была артисткой нисколько не хуже чем сегодня или гурченко какая школа у нее нет или джигарханян школа там ереване не обязательно это не значит что плохо но я не знаю какая школа я думаю что школа это вот природа то есть вот продукт окончательный это природа это господь бог мама папа и потом опыт этого человека и вот в результате получается нечто иногда талантин спасибо и вопрос ну может быть такой бестаптный вы шекспира вы почитали совсем по-своему и по-своему его сделали он совсем другой гаммы я думаю мы сейчас не будем говорить о том хорошо это или плохо это глупость как он говорит как за одно из них со мной особенно нет почему с вами это так приятно хорошую мне на это вот на ваш взгляд это автор сегодня подкачал или это просто нет нет это я конечно подкачал я скажу я скажу потому что вот гамлет в то время в которое мы живем до сих пор с моей точки зрения ну так грубо говоря я вообще не сторонник характеристик там положительных рецепт но тем не менее так вот если результирующий вектор взять то грубо говоря человек вред для общества с моей точки зрения потому что он революционер я вообще я уже говорил об этом да я не люблю экстремизм ни в каких проявлениях и революция для меня слово пугающее эволюция только посмотрите по факту что с гамлетом произошло отравили отца да смотрите что дальше происходит значит так гибнет полоний а розенкранс гильденстерн офелия лаэр клавдий гертруда гамлет восемь человек и что говорит гамлет на могиле офелии что он говорит лаэрту отца которого он убил и сестру которого он погубил это объективно да да объективно он убил отца лаэрта и погубил его сестру так или нет говорит он следующее лаэрт на могиле офелия он говорит лаэрт откуда эту неприязнь мне кажется когда то мы дружили а почему что ж на свете нет чудес как волка не корми он смотрит в лес ну такая я бы сказал ну гиперцентропупизм ну такой переходящий границу здравого смысла просто заболевание ну вот так я и отношусь к гамлету человек который хочет подчинить своей воле весь мир да какая бы эта воля не была какая бы добрая благими намерениями вот и все поэтому я так и рассматривал его а время это вот нынешнее оно как может быть никакое другое требует любви а не так сказать осуждающей оценки время требует любви чего у нас нет ну то что мы говно того мы слышим каждый день а и мы не слышим я люблю тебя или не ощущаем или почти не ощущаем и публика хочет этого а я ей другое знаю думаю что да того же чего хочу я я так а я по другому не понимаю я не знаю как иначе того же чего хочу я я не хочу сегодня слышать ну что ну брюки можно погладить ну можно вот я не хочу я хочу не обращай внимания вот этого я хочу и этого хотят люди вот и все я думаю что в этом ошибиться спасибо что вы пожелали всем телезрителям кто будет я вам желаю я вам желаю счастья счастья вашим детям желаю и вам здоровья и и максимальной реализации вот так потому что это наверное и есть счастье в сочетании со здоровьем потому что вы встретились порядочный человек для этого будет помогать вашей непредпринимчивости да 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 этого бы я вам тоже позывал спасибо